Очень часто задаваемый вопрос, все-таки какие же еще отличительные черты преимущественные есть у юрты. И вот одна из самых основных черт, мне нравится, это эксплуатация зимой. Если у вас коммерческий проект, либо вы ее просто на дачу поставили, то мы знаем, чтобы поехать на дачу зимой отдыхать, то нам надо, если у вас дом стоит, то надо за день поехать, его протопить, нагреть и только на следующий день заехать. А юрта в любые морозы нагревается за два часа. Мы едем в кедровую сову Канни, мы из Красноярска выезжаем, мы говорим, Анна, мы выехали, и мы приезжаем, и в юрте уже тепло, комфортно, можно ходить в купальнике. А когда просто бывает приезжаем без звонка и на улице минус 40, затапливаем печку, и через два часа уже нам комфортно. Так вот, какое это преимущество для коммерции? Я не знаю таких баз, где заполняемость 100%. И любой дом надо поддерживать в тепле, когда мы не монетизируем наш объект, нет клиента, а мы тратим деньги на отопление, на поддержание тепла. Вот, юрту можно заморозить. И если сделать водоснабжение правильно, например, юрта с комфортом, сейчас кто-то скажет, у нас там вода, трубы порвет, смесители порвет и так далее, ну что заведено. Есть другой способ, и даже с унитазами там все в порядке, когда гидрозатвор там очень низкий, ну и в какой-то утепленном узле, либо там еще греющий кабель. Когда мы в точке не промерзания, а просто открыли краны, осушили все наши трубы, и можем спокойно заморозить юрту и ждать звонка от наших заказчиков. Как только звонок поступит, в течение двух часов вы сможете уже подготовить юрту и встречать гостей. Ребят, действительно, очень большое преимущество юрты в том, что ее можно растопить в любое время, даже если... Вот зимой минус 30, юрту можно за час растопить до такого уровня, что вот в футболке будет очень тепло. Таких видео на канале у нас очень много, где мы об этом рассказываем, показываем. И вот простой пример. Томатос юрты на Байкале. Мы с семьей ночевали, приезжали в гости, ну вот все прям в трусах, плаках ходили, в пижамах. И я утром, ну уже под утро вышел на улицу, сходил в туалет и поддал, в печку, в общем, притопил. У нас там пилеты были. И так что-то немного холодновато было. А утром встал на градусник, посмотрел, 38. То есть ночью было, возможно, даже по 40. Мы даже глазом не моргнули. Как спали, так и спали. То есть в юрте, когда есть теплый источник, она тепло очень хорошо держит. Ну и самое главное, что растопить-то можно очень быстро. И быстро погасить. То есть она, ну то есть потух, источник теплый. Вы уехали домой, все, юрту закрыли. Вообще вопросов нет. Только при резких перепадах конденсат может быть. Но это, опять же, не так критично. Ну это реально не критично. Зато можно эксплуатировать юрту очень-очень-очень много раз вот в таких циклах. Поэтому очевидное очень крутое преимущество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok